Скрытые линии с политтехнологом Павлом Дубравским Павел, доброе утро Доброе утро, привет Политтехнолог Павел Дубравский, Рыгорьевич Дубравский Консалтигас на телеграм-канал Павел Дубравский Это я Конечно же Ну что же, немножко политических тем, политтехнологических Начнем с актуального Конечно же с реакции на то, что произошло в Крокусе в пятницу Вот у меня есть информация, в частности, вот буквально сегодня Ленты суммировали, скажем так, что происходит США и европейские союзники усиливают меры по борьбе с исламским терроризмом Правительство Франции повысило уровень террористической угрозы до максимального США предупреждают об опасности терактов против Америки В общем-то, атаку на Крокусе в тихо государства Запада Однозначно расценили как признак новой волны террористической угрозы Исходящей от запрещенного в Российской Федерации исламского государства На Западе категорически, конечно же, отказываются искать украинский след Называя исламистскую группировку единственным виновником трагедии В позиции МИДа мы умолчим Мне интересно, Павел, правильно или логична их реакция И я не могу не задать этот вопрос о том, каким же образом спецслужбы При отсутствии контактов 7 марта смогли передать информацию о возможных террористических актах И почему? Ну почему, наверное, это риторический вопрос, мы на него так не сорианировали Это не к Павлу Это не к Павлу явно, да Это не ко мне Сугубо если говорить про политику, то даже при разрыве дипломатических отношений А у нас на самом деле не разорваны они Но при том уровне отношений, который есть сейчас с некоторыми западными странами Все равно сообщения и линии контактов между спецслужбами разных стран сохраняются Почему? Если мы вспомним, недавно, когда, помните, Байден встречался с Сидзепинем Представителем Китая Они о чем договорились? О том, что они восстановят как раз-таки военные связи и связи под спецслужбами Потому что, когда Пелоси полетел в Тайвань Помним, все следили, весь мир следил за ее самолетом по всем радарам То мы столкнулись с тем, что тогда Китай разорвал отношения вот именно по вот этим связям А почему они важны? Потому что, если между странами нет этого контакта, они не могут решать эти сложные вопросы Это, наверное, важнейший вопрос Почему? Они напрямую с жизнями людей связаны И поэтому спецслужбы даже при негативных отношениях самих стран стараются такую информацию сообщать Здесь важно подчеркнуть, что информация была еще и публично обнародна То есть, помимо того, что посольства заявляли о том, что могут происходить такие... Вот нам прислали скриншот с американского посольства как раз Да, 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 могут происходить такие события Помимо того, что посольства заявили, так еще в Нью-Йорк Таймс была статья о том, что разведка США сообщает, что это возможно И я думаю, что такие сливы, вот именно сливы, они были сделаны намеренно для того, чтобы максимально большое количество людей было предупреждено Это не значит, что там западные спецслужбы там такие прям друзья и переживают Они уже заявили о том, что они не будут принимать участие в расследовании Их эта ситуация не касается Но здесь важно подчеркнуть, что все равно какой-то профессионализм он есть Я думаю, что, насколько я помню, еще про теракт 11 сентября в 2001 году Тоже со стороны России была информация о том, что со стороны Афганистана что-то планируется Насколько я помню, у Кандализа Райс в ее книге, по крайней мере, об этом упоминается Поэтому здесь неважно, какие отношения между странами Но вот эти каналы коммуникации всегда, в большинстве случаев, они сохраняются Это законодательно закреплено, потому что я слышал, что в Америке, и говорил об этом, по-моему, вчера В Америке в пакте национальной безопасности, по-моему, это зафиксировано Это и формальные требования, и неформальные правила, я бы так сказал Это только касается Америки или большинства спецслужб? Нет, европейские ЕС и США, вот только про них говорят, то есть про Африку не знаю, что сказать А Моссад наш дорогой Моссад, я не слышал о том, что у них есть прямые переговоры Но я думаю, что у российских спецслужб и у американских есть контакты со всеми спецслужбами других стран То есть это такой глобальный подход для того, чтобы противодействовать глобальным угрозам А терроризм это именно глобальная угроза, это не национальная угроза А вот это повышение сейчас уровня террористической угрозы, это серьезно или это такая формальность, которая происходит после каких-то событий? Ну тут мне сложно говорить, я не специалист по безопасности, я могу только политологически объяснять, почему так происходит Я думаю, что здесь два аспекта, первое, все-таки Россия и Европа очень сильно связаны И теракты, которые происходили там, они как в России тяжело воспринимаются Я думаю, мы помним, когда преподаватель, который показал, по-моему, карикатуры одни, пострадал в итоге из-за этого и был убит И в России, я помню, что даже у нас в церквях ходили люди в кофтах Дефен Париж, как бы защищать Париж Причем в разных церквях разных динаминаций, и протестанты, и католики, и православные И мне кажется, что отзываются всегда такие вещи И с точки зрения государства, например, Франции, то же самое, как пример, которая увеличила уровень угрозы Это и политологически нужно для того, чтобы люди чувствовали себя безопаснее То есть они чувствуют, ага, значит, следят, мониторят, значит, они хотя бы пытаются понять, что происходит И при этом для того, чтобы еще потенциально снизить угрозу Но это вот моя гипозиция, раз говорю, я не специалист по безопасности Но дают ли, исходя из твоего опыта и из мирового опыта подобного рода вещи, толчок для более серьезной совместной работе и борьбы с этим взлом? Мне кажется, что если на уровне США, Европы и России, то вряд ли Потому что нынешние отношения, они настолько холодные И если мы помним, там, перезагрузка 2010 года, помните, когда Дмитрий Анатольевич кнопку эту красную нажимал С Хилари Клинтон, по-моему, она тогда присутствовала Ситуация сейчас совершенно другая, отношения между странами, но они даже не холодные Они вот прям совсем в ноль ушли, мне кажется, как-то так Даже негативные, ну, можно констатировать, что негативные на самом деле Между ведомствами, по крайней мере Поэтому мне кажется, что нет, не будет такого объединения вокруг глобальной угрозы Потому что страны не готовы из-за конфликта в Восточной Европе обсуждать другие вопросы То есть сначала должен быть решен он, а потом уже все остальное Поэтому каждая страна остается при своем То есть не время для мечтаний Как раз-таки Чарльз Брэдли с Менахан Шрейдбэнд Это как раз композиция, которую вы предложили, сэр Да, да Абсолютно не время для мечтаний Мне кажется, идеально подходит Павел Дубровский в студии Серебряного Дождя Политтехнолог, руководитель Дубровский, консалтик, автор телеграм-канала Павел Дубровский Тут в Амстердаме сквотеры освободили-таки дом нашего дорогого олигарха Я когда читал эту новость, это забавно, потому что в Амстердаме до сих пор есть целый дом Который принадлежит панкам 70-х годов И они никак его не освобождают Я знаю, ты сказал бы, что сквотерское, если можно так выразиться, движение Набирает обороты в Соединенных Штатах Америки Да, но надо объяснить, что это как такое маргинальное движение Оно в рамках вот левой идеологии вообще идет Не хочу здесь критиковать, но просто объясню, что это именно там существует В чем оно заключается? В том, что у вас есть какая-то потребность И, соответственно, у вас появляется право на что-то То есть, если, например, я испытываю потребность идеи Значит, у меня есть право как бы отнять эту еду у кого-то У меня потребностей тоже много Но что-то как-то прав мне не дают по этому поводу Да, но это же подход Ну, это такой действительно подход, что каждому по потребностям И здесь в чем особенность заключается в том, что в Нью-Йорке есть закон о сквотерах Если есть какая-то чрезвычайная необходимость занять чужое жилье Человек может воспользоваться этим и без ведома хозяина жилья туда, соответственно, зайти и даже жить А женщина, которая продавала свой дом и в течение нескольких месяцев или там недель Не присутствовала в этом доме, где-то в самом Нью-Йорке Приехала туда и видит, что человек живет там Она что сделала? Она вызвала полицию Начала... Причем еще репортеры приехали То есть, она еще репортеров сразу вызвала Да, ну, чтобы все под камеру было Потому что она знает, что закон такой есть И она начинает его усилять При нем же меняет уже замки Все, этот сквотер покинул помещение Она меняет замки Там вот эта служба, которая меняет замки по безопасности Кто-то приехал И полиция смотрит на нее и говорит Слушайте, а вы формально нарушили закон о сквотерах Вот он заявляет, что у него была необходимость Ее задержали Ее потом отпустили без предъявления обвинений, без всего Но она публично в интервью заявила, что это действительно странный закон И правильно, у нас есть ситуация во Флориде Где, по-моему, шеф полиции Я вот не помню точно Он как бы федеральный по самому штату Или конкретного... Городка какого-либо может быть Но мне кажется, что на самом деле федеральный Ну, в любом случае То есть, человек с полномочиями заявил о том, что, ребят Мы против этого закона У нас во Флориде никогда его не примут Частная собственность священная Если к вам кто-либо приходит в дом, то вы спокойно можете его застрелить Мы даже скажем вам, как бы, окей, никаких проблем Это ваша частная собственность Никто не имеет права к вам заходить Никто не имеет права вас выселять И более того, пугать ваших детей И, например, заселяться туда, даже если вы там живете Потому что были такие прецеденты И недавно как раз у Скоттеров У американского движения Скоттеров Свой манифест вышел Где они прописывают свои этические соображения Свои цели и задачи Буквально как манифест коммунистической партии И там буквально объясняется, что частная собственность Она... Бердя его прям все Экспроприирована Она взята у других людей Разделена несправедливым образом И как это у Руссо это, по-моему, было Что вот кто первый поставил табличку на землю И сказал, что вот это его земля Он совершил первое воровство в мире Вот буквально то же самое То есть такая же концепция И здесь, конечно, ключевой вопрос Насколько далеко это зайдет Будет ли это когда-нибудь легализовано все-таки именно массово Или это такое одиозное явление конкретно Нью-Йорка Потому что, надо сказать, Нью-Йорк это не... Как вот Москва говорит, не Россия Хотя я, кстати, передумал, считаю, что все-таки неправильно Москва это тоже Россия Ну да, это тоже Россия Плюс, опять же, примерно 40% экономики Приходится на крупные города-миллионники Поэтому, ну что, собственно, Москва, что такое Россия Ну не суть, это автоп Если же возвращаться к нашей теме То вот Нью-Йорк это все-таки не Соединенные Штаты Америки Это совершенно другая земля И про Нью-Йорк часто говорят, что Нью-Йорк хорошо приехать заработать Потерпеть все, что происходит А потом уехать куда-нибудь в Агайо И там купить себе дом и наслаждаться жизнью Абсолютно Климатическое разнообразие, скажем так Из-за решения проблемы глобального потепления Если помните, в Великобритании популярны эти ролики Когда люди перекрывают дорогу Либо, например, в Италии или во Франции На известные портреты, на известные художественные работы Суп льют Это все в рамках одного движения происходит То есть у них есть подразделения, которые воспринимают разные вопросы Одни по собственности это скоттеры, это глобальные движения Вторые по борьбе с колониализмом и с искусством Приучение внимания к климату и проблемам климата Это второе движение И третье, это те, кто, например, в Британии перекрывают дороги Даже когда приезжают скорые И из-за этого несколько людей даже погибло Их, кстати, начали разгонять палками, силой Они сейчас не собираются на дорогах, поменяли стратегию А вы представляете, сейчас они все объединились И получились скоттеры, борцы за экологию Да еще и не той ориентации Они же сразу же во всех судах, так сказать, будут отставить свои права Со всем статьям и выйдут победителями Движение признано запрещенным экстремистским территорией Российской Федерации Сразу же сделал соответствующий отбив Ну, для меня это любопытное, мне кажется, в скоттерах То, что это же такое возвращенное движение получается Потому что про них все как бы забыли Они там, ну, начинали когда в 70-е Они были активны, когда вот была разруха Некое в Нью-Йорке наблюдалось Брошенных домов тогда было очень много Да, и в Британии было то же самое И это было, они как будто какие-то последователи Там, я не знаю, хиппи были Хиппи-панки Панки-хиппи, вот они остались А сейчас получается все по-новой, что ли, у нас? Ну, да, но другая идеология Сейчас, если раньше это было как такое движение Маргинальное с точки зрения Не приемлю социальные нормы То сейчас это движение, которое становится политическим То есть у меня есть конкретная цель Почему? Потому что это собственность экстремприирована Если верно использовать термин В общем, в любом случае Собственность никому не принадлежит Кто установил право причастности к ней Как-то так получилось Несправедливое распределение собственности по миру произошло Значит, у меня есть потребность А если у меня есть потребность, у меня есть право Что абсолютно юридически Как бы, ну, не соответствует никакой логике и норме Но при этом философски Есть такая школа, действительно, которая проповедует это Коммунизм называется Ну, это коммунизм, да То есть, ну, это левая идеология Это можно назвать не прям коммунизм Там, не знаю, какой-нибудь анархизм С примесью там социального Синдикализма Можно так это характеризовать Разные подходы есть Но да, это действительно такой левый подход О том, что собственность была перераспределена Несправедливо А можем ли мы тогда вспомнить Великую советскую пословицу Призрак бродит по Европе Призрак коммунизма И по Америке Потому что, если движение сквоттеров Набирает обороты И обретает уже такие Четко выраженные политические формы Требования То мне в пору как раз-таки вспомнит Про тот самый призрак Откуда? Мы с тобой как-то говорили же, по-моему, Паш Вот эта вот тяга к левым идеям Которая в последнее время Ну, в Латинской Америке, ладно Там своя почва Но здесь-то Незыблемое право частной собственности Капитализм, я не знаю, там С 16 века Ну, есть вот книга Мы, по-моему, тоже обсуждали Опиум для интеллектуалов Она описывает ситуацию следующим образом Второе поколение у богатых семей Которые проходят через две институции Первая институция Это, собственно, университеты Где я встречаюсь с преподавателем Преподаватели в США Это большинство Своим, там, 95-8% Это левая профессура Это профессура буквально Франкуртской, там, второй школы Из Германии, которая приехала Которая проповедует Там не австрийскую экономическую школу Когда, ну, максимальный капитализм И все это все хорошо А наоборот, противоположный взгляд Что капитализм плохо Он убивает И вся бедность из-за него Что не соответствует действительности Это первый аспект Второй аспект Вторая институция Это, собственно, культурное влияние Почему? Потому что, когда вы Родились в богатой семье У вас не так много Ну, принято считать Что у человека есть в богатой семье Ну, русское слово мажор У него все хорошо С одной стороны, да Но при этом Надо понимать Что человек, который не родился В богатой семье Он проходит по этапу На различные достижения Так, в школе Получил пятерку В университет Поступил там на бюджет Или со скидкой Он постепенно Чего-то добивается В бизнесе Или там на работе у себя Получил повышение И он привык Он все время мотивирован Да, у него есть мотивация А представьте Вы богатый человек Вам не надо вообще работать Ну, что вам удовольствие будет приносить Только политика Почему? Потому что политика Это власть Потому что, помимо денег Второй крупнейший мотиватор Который из человека Это буквально власть И, соответственно Здесь мы к этому и приходим Что А какая она должна быть? Так, он богатый Он уже видит Что у него все хорошо Его потомки обеспечены И он начинает смотреть Через призму Социальной несправедливости Более того, профессора В университете ему объясняют Что весь мир несправедливо Все ужасно Смотри, капитализм Сколько людей там умерло От капитализма Вот все бедные Это ужасно И климат Это тоже несправедливо Через сто лет Мы все будем уничтожены Ну, вообще, от коммунизма Умерло больше людей Чем от капитализма Ну, так, по истории Нет, по истории, да Плюс, опять же Ну, как можно говорить Что там человек умер От бедности При капитализме Ну, при каком капитализме Потому что обычно говорят Про какой-нибудь государственный капитализм Например, Китай приводят Как капитализм Ну, очень спорное утверждение Честно — Параллегортический капитализм не будем, ладно, да? — Ну да, да, то есть, ну, нет, есть такие аспекты, безусловно, то есть капитализм не идеальный, но система как бы лучше просто не существует. Ну, это мое личное мнение, со мной комментаторы могут не согласиться. И в любом случае, объясняю, как они к этому приходят. И вот эта идея социальной справедливости — это, по сути, та мотивация, которая, во-первых, приводит к власти. Почему? Потому что вы участвуете в политике, вы лоббируете своих политиков, и деньги жертвуете в определенные фонды. Это первое. Второе — это самоактуализация. То есть вы получаете удовольствие от своей деятельности. Почему? Потому что вы действительно в это верите, вы считаете, что оно несправедливо. Но при этом, как только, вот если мы посмотрим, там, дебаты, недавно вышли Джордан Питерсон, правый такой канадский профессор, он не психотерапевт, он псих... — Психолог? — Нет, психиатр, психиатр. Он клинический психиатр. И против него был Destiny. Это такой молодой парень, блогер, который 15 лет уже на всех эфирах, начинал как геймерский блогер, а пришел в итоге к тому, что он такой левый политик. Ну, не политик, левый такой блогер, а публичный деятель. И вот интересно послушать, как они по-разному на мир смотрят. Потому что один начинает сыпать фактами, буквально говорит, что вот факт, вот факт, вот экономика. А другой предположением, что через сто лет мы умрем от глобального потепления. Пруфы? Пруфов нет. Хорошо. А там через 50 лет бедных людей будет сильно больше. Пруфы? Пруфов нет. Ну, то есть доказательства. И интересно посмотреть, как у них вот дискуссия происходит, потому что это редкое явление сегодня. Политики и вообще политика настолько поляризует людей, не только там американского общества, разные страны, что мы редко видим, как дискуссии происходят между людьми разных, порой, полярных взглядов. И вот здесь, конечно, интересно посмотреть того же Дестни, как пример вот этого молодого интеллектуала, который пришел к идеям справедливости, но при этом его идеи справедливости, хотя он еще относительно такой капиталист, рыночник, они про перераспределение. И вот рано или поздно идея справедливости, она приводит к перераспределению. Плюс еще самый популярный факт, вы 18 лет в университете, я думаю, любой, кто в России правильно с университетом работал, вы ходите на вашу первую работу и понимаете, что, честно говоря, тяжело и с университетом совмещать, и работать при этом, и непонятные рабочие перспективы. И здесь вот важен вопрос именно того, как вы на это смотрите. То есть вы смотрите как на первую возможность, я сейчас заработаю и пойду дальше, либо смотрите на то, что ну вот я работаю, а с меня там мой владелец компании получает прибыль. И здесь у него всех есть база и понимание того, что он на самом деле рискует, как бы, тот, кто ему прилагает работу, что все риски, юридические, экономические, весь бизнес полностью на нем, как бы он предоставляет вам возможность заработать. То есть это взаимовыгодный союз на самом деле. Почему это не объясняется? Может быть, я вот человек другой эпохи или другого воспитания, но по мне фраза распределения, да, и нормальное экономическое существование, тот же самый экономический интеллект, они противоположности, но не синонимы. Там, где есть идея всеобщего равенства и некого распределения благ, заработанных не каким-то конкретным человеком, а вот неким обществом, это уже подразумевает определенный такой серьезный, когнитивный диссонанс в самом обществе закладывания. Абсолютно верно, но здесь проблема в том, что, скажем так, есть такая книга, «Конец идеологии», по-моему, Фукуяма Краснописова. Он читал о том, что вот либералист в 2000-х годах победил, никаких других идеологий не будет. Я-то, ну ладно, в 2000-х годах я маленький еще был, но в 2010-х, когда на него ссылались по-прежнему, я немножко посмеялся, потому что уже понятно было, что скоро выбор США в 2016-го года, когда весь мир такой раскололся и радикализировался, и люди такие, о, у нас снова есть идеология, мы снова вспоминаем, как это работает. И вот как раз, когда такие вот точки происходят исторически, мы начинаем понимать, что с точки зрения вот объяснения экономики, объяснения базы, того, как мир работает, очень сильно влияние и школ, и университетов, и что называется масс-медиа. Почему? Потому что, например, то, что мы сейчас обсуждаем, ну, просто элементарное понимание, вот мы можем смотреть на бизнес как? Это эксплуататор, который берет с меня и буквально эксплуатирует меня, ну, то есть буквально... С марксистской точки зрения. Да, марксистской точки зрения. Либо мы можем смотреть, ну, как бы, с капиталистической точки зрения, что вообще-то мне предоставляет возможности заработать, как бы, и создать блага конкретно, и это взаимовыгодный обмен. Почему? Потому что не было бы вот этого человека, мне пришлось бы искать что-то другое, соответственно, не было бы этой компании. Это не значит, что корпорации и компании большие, это справедливая история. Нет, конечно, здесь, особенно если большие корпорации, там человек всегда будет маленьким, всегда будет в подчиненном положении, это очевидно. Поэтому один из рыночных инструментов, который не считают рыночным, это профсоюзы. Вот, на самом деле, хорошая история. Ну, и только если не аргентинские, потому что аргентинские государственные, это мафия. Ну, это надо сказать, как есть, это действительно мафия. В Америке было то же самое. 20-й, 40-й, да, абсолютно то же самое было. Сейчас у меня такое спорное отношение, в зависимости от конкретного профсоюза, потому что есть профсоюзы, например, людей, которые защищают религиозные организации, которым выдают страховку на то, что они могут делать аборт, а им это не окей. То есть платить за это, они обязаны платить. То есть профсоюз автомобильных работников, он очень сильно... А он сейчас Байден к нему приезжал как раз в декабре прошлого года. Там огромное количество людей, у него он имеет огромное влияние. Подожди, слушай, вот очень у меня такая общая, может быть, тема. Зам написал Александр. Чудовищное неравенство и мужчинное расслоение. Только слепой или сознательно закрывающий глаза, как обезьянка, не замечает этого. Отсюда и популярность левых идей. А я могу объяснить, а смотрите, а левые идеи при перераспределении они делают так, что у вас разрыв между самыми бедными, вот этот индекс жизни, и самыми богатыми только растет. Становит больше становится. Он становится больше. У вас перераспределение по увеличению налогов ничего не влияет, кроме как на среднего класса. У вас бедные не могут становиться средним классом, при этом средний класс больше платит. Большинство налогов, которые принимаются, они всегда падают именно на средний класс. Почему? Потому что богатый человек и сверхбогатый всегда сможет уйти от налогов. Он всегда найдет себе бухгалтера, он всегда найдет себе юриста, либо, как в некоторых западных странах, всегда на благотворительность пишут расходы по своему бизнесу. Это миф. Я немножко про другое, Павел. Может быть, глобально, идиотски, может быть, но, может быть, вследствие падения такой империи, как СССР, у нас снова во всем мире появились вот эти какие-то идеологические установки. Потому что тогда было понятно, вот марксисты, СССР, и вот мы, сторонники частной собственности и ее незыблемости, противостояния двух абсолютно полярных миров, частной собственности. А вот тут раз, и этот мир ушел. Отсюда, может быть, потому что нет того примера, где левые идеи, хотя они есть, вот КНДР, понятно, Китай отчасти, да. Но в Китае все равно частные элементы допущены, и предыдущий председатель партии, он тоже допускал частные элементы. Здесь можно Мексику, в принципе, посмотреть. Мексика нам ближе. Почему я помню, что в 90-е Россия и страны Латинской Америки воспринимали как примерно цивилизационно похожие страны. Культурно разные, но по возможности модернизации, вот если с этой точки зрения. Примеры есть, просто вопрос в том, что легче продавать. Тот же самый Трюдо, он же что продает? Идею о заботе об экологии, вот Carbon Tax, они сейчас приняли налог на... И средний класс как раз и бедные теряют, они становятся беднее из-за этого, потому что у них вырос налог, а богатым никакой разницы нет, они могут спокойно его заплатить. Поэтому вот вопрос, как бы идея социальной справедливости, экология, но при этом мы видим, что страдают больше всего именно бедные. Бизнес-новости по серебряным дождям. И плюс 7903, 7976, 3333, координаты этой студии, где находится политтехнолог Павел Дубравский как раз-таки. Игорь Квадетин Дубравский, консалтинг, еще раз здравствуйте. Ну что, я предлагаю обстранироваться немножко, уйти вот к теме вот этой вот левой повестки и перейти к теме фейков из запрета телеграмма в Испании. Вот так вот. Чем же так телеграмм-то всем насолил? Нет, просто Тоня очень смешное сообщение нам написал по поводу того, что мы обсуждали сейчас за эфиром. Он пишет, что тем, кто сидит на диване и не хочет гонять при этом на крутой тачке, очень подойдут винтажные авто США. У них даже на передних местах диван. Гонять на них не очень удобно, честно скажу. Ну, в принципе, да. Ну как поколение бэби-бумеров? Откуда передний диван-то? Это же все поколение бэби-бумеров, это 50-е годы, когда машины в Америке все выпускались с большим передним диваном. Так вот, что депутатам нашим надо посоветовать. Автоваз, вперед! О-о-о, Татьяна! Потому что демографию поднимаем сейчас, да? Да, ну да, поднимаем. Кстати, вот в том числе подъем демографии сразу после нас, буду говорить, с сервисом знакомств. А мы в том числе, это тоже в некотором смысле про демографию. Так, значит, начнем все-таки с Испании. Да, с Телеграма. Ну, пока мы знаем следующие две новости. Первая новость, то, что, по-моему, позавчера Телеграм заблокировали на территории Испании. Заблокировали пока на уровне решения суда, ну, приняли такое решение. Оно означает, что его нельзя будет скачивать, нельзя делиться его ссылками. Но сегодня опять уже есть информация. Да, вот я как раз хотел сказать, что сегодня национальная судебная коллегия Испании аннулировала свое решение о временной блокировке работы мессенджера Телеграма в королевстве. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции. По ее информации, судья Сантьяго Педрес отменил приказ о временной блокировке приложения. Он счел, что такая мера была бы неуместной и непропорциональной. Это даже еще вчера было, я вам сказала. Вот, вчера случилось, да. Тут, ну, соответственно, это сработало, можно так теоретически сказать, как апелляция, потому что, несмотря на то, что Телеграм не комментировал никак эти события, в отличный момент, год назад были события, в Бразилии был заблокирован целых три дня Телеграм. А между Павлом Дуром и его офисом в Бразилии, у них прямо есть офис, у них есть Телеграм-канал на португальском. Ну, такой португальско-бразильский, я бы даже сказал, что он все-таки отличается от классического португальского. И мы видим, что тогда, видели тогда, что все-таки они прям воевали, они объясняли свою позицию. Я напомню, в чем история была. История школьного шутинга в Бразилии, они, на самом деле, там часто происходят. Почему? Потому что, несмотря на жесткий, жесточайший запрет, наоборот, оружие, вообще на любое оружие, в фавелах оружие есть. То есть у гражданских людей его нету, но у бандитов всегда найдет себе оружие. И в чем ситуация? В том, что в Телеграм-чате планировалось как раз нападение на одну школу, и, по-моему, оно тогда состоялось. Естественно, власти Бразилии отреагировали на это как? Надо запрещать каналы коммуникации людей с плохой репутацией, с плохими намерениями. Они все одинаковые, они все так одинаковые. А тут, кстати, даже не важно, левый, правый, либерал, коммунист, любая власть реагирует так. А как вы можете это еще решить с точки зрения такой старой власти, которая сейчас в большинстве стран мира есть? Старой не с точки зрения по возрасту, а с точки зрения мышления. То есть вместо того, чтобы, не знаю, работать с информацией, в школах объяснять, как действовать. Или, например, посмотреть на проблему оборота оружия в Бразилии с точки зрения не бандита, который найдет всегда себе оружие, или как в Японии, там, по-моему, премьер-министра бывшего, как убили самодельным оружием, которое сделали дома. То есть, ну, получается, что дома надо теперь запрещать, руки запрещать, или что инструкции в интернете запрещать, любую информацию запрещать. А хорошо, рогатка останется, все равно орудие получается. Естественно, конечно. Ну, то есть это нерешаемо. Здесь надо отходить от чувств и смотреть сугубо на статистику, сугубо, даже не статистику, потому что она все-таки, наверное, а на информацию, как она есть, на базу. Может быть, бороться не со следствием, а искать причины происходящего и бороться, прежде всего, с причиной. Да, но любому политику, особенно, которая избирается на 4-6 лет, ему важно в рамках этого срока быстро и эффективно доказать. То есть есть эмоциональный запрос у общества, его надо, соответственно, решить, его надо погасить и показать. Смотрите, мы запретили это, мы запретили это, теперь это нельзя. Но в такие ситуации люди и общество глобально не мыслят, особенно учитывая, что примерно в каждой стране 5% людей, населения максимально политизированы. То есть они участвуют в жизни политики, следят за новостями, потребляют разные стороны, пытаются сделать анализ, а другие, у них нет такой привилегии, потому что я считаю, что именно участие в политике с точки зрения постоянного потребления информации это либо работа, либо вот прям привилегия. Они работают, они заняты семьями, налогами, там, ипотека по квартире и прочее. Им не до этого вообще. Они придут вечером, они хотят сериал посмотреть. Они разбираются, так, а что здесь у меня Лулу Досилова сказал, что мне Жейр Болсонару здесь сказал. Так, сейчас я посмотрю, как там у него экономическая повестка по фавелам. Им не до этого абсолютно. И вот проблема в том, что как раз политики прилагают краткосрочные решения. Но глобально мы не задумываемся. Ага, вот у нас сегодня что-то запретили после плохого мероприятия, а к чему это приведет глобально? У нас там продемонстрировали какое-то насилие по отношению к какой-то группе, а к чему это приводит глобально? То есть о чем он-то говорит? Что это за маркер такой? Значит, против всех можно такое использовать? Ну, если в кейсе про Бразилию, я, конечно же, говорю, потому что там тоже любят на видеосъемку или Эквадор. Там, если помните, мы обсуждали, там захватили радиовышку, телеканал в прямом эфире, бандиты. И их потом буквально, вот полиция показывала, как она их там топчет, заставляют друг другу по щекам вот так бить в игру и прочее, прочее, прочее. То есть прям специально, чтобы эквадорцы почувствовали то, что называется, рессентимент, чтобы они выплеснули свой негатив. И они, ага, власть работает, нас защищают. Окей. При этом месяц прошел, сейчас убили 27 лет женщину-мэр, самая молодая мэр Эквадора. До этого за две недели, до этого до четырехлетнего депутата Совета одного из округов убили тоже в Эквадоре. То есть проблема не решается. В том-то, ее же проблема не решается. И нет порой вот этих границ демонстрации государственной мощи. Я не буду приводить в пример, хотя он очевиден. Мы про Бразилию только. Да, мы про Бразилию. Но ведь насилие порождает насилие. Банально. Я бы сказал даже так, я бы шире смотрел. Мы вот тоже, в прошлый раз, я тезис озвучивал, что нет стран, которые сейчас стремятся к свободе и сокращают количество регулятивных мер. То есть даже такой термин, как регуляторная гильотина, не во всех странах существует, когда мы берем... А гильотина, подожди, Паш, ну разве они все-таки сокращают административное воздействие? Сокращают, но он на уровне декретов, указов сокращает. А вот который ДНЮ, его декрет, это такой набор больших законов. Он первый раз провалился, сейчас, по-моему, вторая попытка была. И тоже она... Неудачная. Да, потому что, ну надо сказать, Хавьер несколько раз сделал ошибки. Он во время переговоров с губернаторами говорил одно, что будет фиксировано вот такой кирпич. Кирпич — это законопроект, который состоит сразу в нескольких законопроектов. А по итогу менялись условия. Естественно, губернаторы проголосовали против. Ну и плюс он, естественно, винит касту. Это такой термин, это не наша российская группа. Хотя, наверное, признана иностранными агентами. Ее участники, да, признанные и выполняющие функции иностранных агентств. Слово в русском языке еще такое есть. Да, просто обычное. Просто обычное русское слово. Ну и еще в Индии тоже касты, там, Брахманы и все, или Варны и прочее. Вот, и возвращаясь к теме, чуть-чуть сбился. И вот как раз вопрос того, что Хавьер Милей показывает, что вот противодействие стороны эстеблишмента, как Трамп сказал бы, по-аргентински это, соответственно, каста. Он это так воспринимает. Но проблема в том, что, во-первых, государство в целом себе как можно больше полномочий берет из ситуации в ситуации. То есть нет ситуации, которая была бы для государства негативной, и государство не воспользовалось этим. Государство всегда расширяет свои функции полномочий. Это природа власти. Это природа любого государства. Нет государств, которые с года в год такие, так, давайте мы сократим налоги, сократим наши полномочия. Мы полномочия с нашего федерального уровня, где мы концентрируем все по региону, возьмем, спустим в регионы. И регионы пусть еще сами все по налогам решают. А мы там занимаемся армией, безопасностью границ и прочее. Таких стран не существует. Ни одной страны таки нет. И аналогичным образом устроили систему в Америке. Ну, я по Америке считаю, что очень негативный тренд сейчас идет по вмешательству государства. Если бы не было системы сдержек и противовесов в лице Верховного суда, где даже либеральные, консервативные судьи могут договориться между друг другом, и очень интересно смотреть за их диалогом. У них противоположные политические взгляды. Но при этом они выросли настолько в общей правовой школе, что они всегда договариваются, и у них нет споров, что называется, с переходом на личности. Они пытаются учесть позиции. Они слышат друг друга и работают по этому. Если бы в США не было Верховного суда, а был бы, условно, обычный суд, не знаю, по модели Латинской Америки, где в той же самой Венесуэле в свое время Верховный суд признал Конституционную ассамблею вместо ассамблеи национальной. То есть вместо парламента у вас специальный орган. Почему? Потому что парламент сказал, что Мадуро избрался незаконно, мы его не поддерживаем, и, соответственно, вот у нас Гуайдо, наш спикер парламента, председатель парламента, он, соответственно, вот наш президент сейчас будет. А Мадуро такой, нет, вот я создаю дополнительный орган, мы сейчас якобы Конституцию сделаем, Конституцию мы не делаем, и, соответственно, захватывает всю власть. Поэтому не было Верховного суда в США, и эта история могла бы по-другому сработать. Но там правая культура настолько крутая, настолько серьезная, что люди даже разных, вообще противоположных политических взглядов могут договориться. Люди противоположных политических взглядов, но те, которые попадают все-таки в том числе в американский эстеблишмент, и мы с этого начали разговор, это зачастую люди, обретающие левыми взглядами в результате воздействия на них тех же самых профессоров. И это выходцы из верхнего сословия. Но при этом мы ведь с вами понимаем, что им пору, они быстрее туда доходят, но они же ведь как-то умудряются сочетать в себе, несмотря на то, что у них было меньшее количество ступеней преодолено ими в рамках достижения этой цели, они же как-то смотрят, в том числе на тех людей, которые представляют собой тот же самый средний класс, и заботятся прежде всего о них? В идеале, конечно, да, но опять же, я считаю, например, нынешний Конгресс ни о ком не заботится, потому что он самый дисфункциональный. Он принял меньше всего количества законопроектов, он принял меньше всего законодательных инициатив. Если мы посмотрим на них, это что? Это бюджеты, вот, причем споры по ним уже по два года идут. Да, они утомляют уже просто. Да, ну, сейчас приняли уже хорошо, шатдауна не случилось, хотя формально они даже просрочили срок, потому что там прошло два часа, и, по идее, шатдаун официально должен был начаться. Прибайте, сколько же, который по счету шатдаун правительства? Третий? Нет, шатдаун, по-моему, всего один был. А это именно... Близко, приближение. Да, да, нет, есть приближение, три или четыре было. То есть как минимум было осенью два, один был летом, весной-летом, и сейчас, получается, четыре, четвертый был, ну, должен был случиться. И проблема в том, что нынешний Конгресс в основном какие-то законы принимает? Либо бюджет, либо переименование каких-то улиц, открытие памятников и прочее, прочее, прочее. Потому что не могут договориться республиканцы с демократами в силу того, что и у демократов есть радикальное крыло, и у республиканцев. И здесь, честно говоря, вина на республиканцах лежит полностью. У них было большинство. Они были недоговороспособны. Они для того, чтобы избрать спикера, сами приняли законопроект, ну, не законопроект, поправку о том, что одного парламентария достаточно для того, чтобы начать голосование о смене спикера. И сейчас вот Джонсона, скорее всего, будут снимать. Ну, как, процедура будет, скорее всего, запущена. Потому что Мэрджери Тейлор Грин, а Джорджи в палате представителей, она сказала, что я запущу. Так он же недавно совсем только вот его назначил. Ну, пару месяцев, да. Ну, с осени, по-моему, с октября он где-то так. И уже не угодил. Ну, она изначально сказала, вот ты ад Кевина Маккарти устроил, ты в этом аду и окажешься. Она ему сказала с первых дней, она сказала, я буду ждать. Какие-то разборочки, вот ей-богу, такие вот. Напоминают квартирники. Это тоже, ну, в плане... Коммунальная квартира. В плане дискуссии, вот именно республиканская партия и демократическая тоже, вот в этом Конгрессе, это очень плохой пример. Потому что даже предыдущие Конгрессы при Трампе, несмотря на то, что там Конгресс противодействовал ему, все равно они договаривались, они принимали законопроекты. Вот это, это что-то невыносимое. Это какие-то склоки. Более того, республиканцы бегут сейчас из этого Конгресса. Кен Бак сейчас вышел такой, причем он консерватор. Он в какой-то степени даже сторонник Трампа. Но мы видим, что он заявляет о том, что, цитата, дисфункциональный парламент. Мы не можем никакого законопроекта принять. Не хочу к нему относиться. Еще двое тоже недавно вышли. То есть у республиканцев даже формальное большинство теперь теряется. Но оно есть, вот. Но если еще там 2-3 человека выйдут, его не будет. Подождите, они выходят, их никто не замещает? Что, представьте, партия? По срокам. Они по срокам делают как? Что вот один уйдет через месяц, его стесты губернатора от его штата будет. Второй Кен Бак ушел сейчас. Никто не будет. Место вакантное остается. Ну и демократов несколько вакантных в силу и возраста, и смертей некоторых политиков. И того, что кто-то в отставку ушел. И, соответственно, они не замещаются. То есть зависит от срока, когда. То есть кто-то сказал, я уйду, и он уйдет там в ноябре, чтобы место осталось большинство. А кто-то уходит сейчас, и место вакантное. Ну что, пришла пора подвести итоги сегодняшнего разговора. Как мы вот можем сделать? Телеграм все-таки будет работать в странах Евросоюза. Я думаю, как и ТикТок, скорее всего, в США не запретят полностью. Ну, вот, так сказать, наш ТикТок не уверен. Насчет ТикТока не уверен? Нет, ну, закон же есть. Осталось только там президенту после Сената его подписать. Скорее всего, он будет принят, потому что лобби огромное. Все-таки его примут. Ну, понаблюдаем, что там у них. Уже есть запреты у госслужащих. То есть я напомню, что как год действует, что госслужащие не могут и ТикТоком пользоваться в США. И за этим следят? Конечно. Отлично. Ладно, встречайте сразу после нас. Как приход весны-весны влияет на знакомство? В сети, в частности. У нас в гостях будут Анна Гришачева и Алена Винокурова. Представительницы сервиса знакомств ТИАМА. Вот поговорите с ними. Как раз вполне себе весенняя тема для 26 марта. Мы с вами прощаемся. До завтра. С вами сегодня были, конечно же, Павел Дубравский, традиционно повторник в рамках наших скрытых линий. Павел, спасибо тебе большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Да, политтехнолог, напомню, руководитель Дубравский консалтинг и автотелеграм-канала Павел Дубравский. Ну и мы, наши скромные персоны, к концу же Татьяна Котина. И Андрей Устьпов. Хорошего вам сегодня дня. Берегите себя, дорогие друзья. Пока-пока. Стоянем.